году наверно в девяносто шестом я помню здесь была тусовка вот на этих зале тебя парапетах все сидели экспонаты между префектурой курсоветом и дворцом культуры тут все начиналось какое-то время продолжалось жалко что сейчас нет кого нет из молодежи кто бы продолжал кататься а вот там под козырьком префектуры прятали трамплин странно что все это терпел префект что у него под боком рассадник молодежных экстремальных видов занятий спорта началось из роллеров херши тарас тарик острый джойстик наркот они были постарше то есть мне было лет 12 я тоже когда-то на роликах хотел как-то что ты с скейт-парк ходил отбивая пороги префектуры но ничего каш не получилось а вот херши тарас и острый договорились и им привезли фанбокс но это было где-то до 98 99 года потом внезапно один из бывших роллеров олежка тележка просто олежка тележкой стал когда у него появилась тележка и первая тележка была настоящий скейтборд уже он купил в адреналине но он был такой привилегированный парень но на комплект ему не хватило поэтому колесики были еще от от роликов вот он всех учил кататься рассказывал что такое kingpin что такое подвески какие они должны быть еще раз прыгать на трубу и потихоньку все стали кататься уже на скейтах вот катались вон там там был трамплин и фанбокс трамплин потом спиздили не знаю кто до сих пор не известно и почему там были колес на них сидели отдыхали узгли семечки играли в сокс зимой катались под козырьком дворца культуры постоянно администрация ругалась что мы ломаем досками плитку это правда сейчас вообще я вижу поставили на парапетах чтобы не катались стоперы чтобы грани не использовали на этой сцене тусовались брейкеры крутили там свои геликоптеры вот с этих ступенек локотко делал кикфлип я помню я только на роликах здесь прыгал хотя не на скейте перепрыгивал а на роликах делал 180 360 и даже самого однажды к сожалению доску когда брал австрийцы я работал два месяца продавцом не продавцом а агентом по продаже сверления труб под вентиляцию то есть меня за два месяца удалось накопить на бушную доску это там 50 или 60 долларов было а потом когда скейтеров стали виноградские известны что у них есть такие места где их постоянно можно найти приехали фашики приехал два автобуса фашиков вот нас было человек 10 с досками мы как-то их сопротивлялись я двоих доской либо а потом доски решился и уже без доски от этой толпы позорно бежал от детского мира до 1000 врачей это поставили проспекту такие башни и потом оказался там путь какая-то мне была травма и среди кроме моей травмы оказалось что 1 фашика наши ребята завели в лес и стрельнули ему в голову из травмата прям то есть ответные были меры вот но в целом тусовка была самостоятельно и могла за себя постоять 2001 году второй раз в винограде мне доверили организовать большой граффити фестиваль то есть до этого фестивали все в москве проводились на оргалете оттуда стены и не просто кого-то вафельные заборы обычная бассатый нормальные стены ну и конечно скейтер тоже потянулись посмотреть тело помню приходил джуниор детский мир это вечерняя смена тусовки и скильборд тусовки и рэп тусовки и хардкор тусовки все приходили сюда здесь сидели до трех часов ночи бабки кидались горшками гопники приходили пиздец иногда получали пизды сами а сейчас будет стена я покажу больше обозначить место что мы здесь катаемся вот на этой стене вот видишь ее красная зелена отписи скейтбординг и самое смешное что мы напишали с ошибкой написали с и абординг ну вот висела тогда такой бафа не было провисела наверное году когда надпись позорная с и бординг вот такой зеленоградский скейтбординг 20-летней давности места остались люди выросли а